Девушки отдыхают У него были фарфоровые лапки, и фарфоровая голова, и фарфоровое тело, и даже фарфоровый нос. Чтобы он мог сгибаться и фарфоровые лапки, и фарфоровые локти, и фарфоровые колядки, суставы лапки соединяясь кроватой, и это позволяло кролику без свободно двигаться. Тусы у него были сделаны из настоящей кроличьей шерсти. Пали кролика Эдвард Туреттич. Он был довольно высок. Сантиметров девяносто. От кончиков куше до кончиков ламок. Его нарисованные глаза съели пронизительный глупый свет. Очень даже умные глазки. В общем, Эдвард Туреттич считал себя выдающимся созданием. И не нравились только его усы. Эдвард, вы практически уверены, что это не кроличьи усы? Но вопрос о том, кому эти усики принадлежали. Изначально было бы на него слишком мучительным, и он не мог думать над ним слишком долго. Он вообще не любил думать и неприятно. И не думал? Хозяйкой кролика была девочка десяти лет по имени Абелир Тилей. Бабушку Абелир. Пелегрина. Кролик Эдвард и наследка появился благодаря Пелегрине. Именно она заказала из самого кролика его шелковые костюмы, бархатные ушки и даже кожаные ловки. Заказ выполнил кукольный отдел мастер из Франции. Откуда Пелегрина была рода? И на седьмой день рождения Абелир. Пелегрина подарила кролика девочке. Поздравляю! Поздравляю! Абелир ценил Эдварда почти так же высоко, как Эдвард ценился от себя. Каждое утро, собираясь в школу, Абелир надевалась сама и одевала Эдвард. У платформы у кролика был обширнейший гадирок. Тут себе и шелковые костюмы, и ручной работы, и туфли, и ботинки, и стандартный шиповер. Жизнь специальный полевок раньше вам. Все его специальные скройные брюки и на них по специальному кармашку для имеющихся у кролика золотых часов с цепочкой. Которые Абелин сама заводила каждое утро. Ну вот, Эдвард, когда длинная стрелка будет на двенадцати, а короткая на трех, я вернусь домой. К тебе. Она целовала кончики его несравненных ушей и выходила в школу. А Эдвард оставался сидеть в столовой, глядя в окно на египетскую улицу, и подрезал хозяйку. Зимой быстро темнело. Эдвард видел в стекле собственное отражение. И какое же это было замечательное отражение, что он вообще был изящный и замечательный кролик. Родители Абелин находились совершенно очаровательны, что их дочка общиться с Эдвардом точно живым существом. Папа, боюсь, Эдвард не расслышал твои последние слова. Когда отец Абелин поворачивался к кролику и медленно повторял сказанное, специально от дефортового кролика. А Эдвард делал бить, что слушает. Естественно, чтобы обидеть Абелин. Но, положа руку на сердце, ему и не очень понравились рассказы ее родителей. Кроме того, ему вообще не нравились родители Абелин. Их снисходили к нему отношения. Так к нему относились вообще все взрослые, за одним единственным исключением. Исключением была Пелегрина. Она общалась с Эдвардом, как и ее внучка Дарапа. Именно Пелегрина приходила каждый вечер в комнату девочки. Чтобы подоткнуть ей одеяло. То же самое надело и для Эдварда. Бабушка, а ты расскажешь нам сказку? Не сегодня, Милочка. А когда? Скоро. Очень скоро. А потом она выключала свет, и Эдвард и Абелин оставались в комнате в темноте. Эдвард, я люблю тебя. Девочка прозрачила эти слова и замирала. Утвердала, что Эдвард скажет ей что-нибудь в ответ. Но Эдвард молчал. Молчал, потому что, разумеется, не умел говорить. Вот так и текли дни Эдварда. Ничего особенного и примечательного не должно было произойти вплоть до этого вечера. Эдвард восседал со всем семейством тюлень. С Эвелином, ее родителями и бабушкой. Честно говоря, уши Эдварда едва видеть за стола. Ну, а если еще честнее, он вообще не умел есть. Не мог лишь смотреть на свисающий край белоснежной скатерти. Но ведь он ел вместе со всеми. Принимал, так сказать, участие в общей трапезе. Как человек семьи. Корабль называется Королева Мэри. Ты, мама и я поплывем на нем в Лондон. А бабушка? Я с вами не поеду. Я останусь здесь. А Эдвард? Что Эдвард? Эдвард поплывал с нами на Королеве Мэри. Ну, разумеется, поплывет и сихочет. Хотя ты все-таки слишком большая девочка, чтобы отыскать за собой фарфорного кролика. Ерунду ты говоришь. Кто кроме Эдварда защитит Абелин? Он едет с нами. С рук Абелин Эдвард убил стол совершенно иначе. Это же совсем другое дело. Не то, что снизу со стола. А потом он стрелся глазами с Пилигриной. Пилигрин осмотрел на него точно завишу в нереястре сожрошенную мышку. Вероятно, шерсть на ушах и хвостики Эдварда сохранила то смутное воспоминание о том времени, когда их хозяев кроликов подстерегали охотники. Потому что Эдвард вдруг содрогнулся. Ну конечно. Кто же позаботится о Абелин, если это будет не ее любимый кролик? Ты меня разочаровал. Эдвард, я всегда буду любить тебя. Не важно сколько мне будет лет. Да-да, конечно. Он разволновался и сам не знал чего. И вот одним прекрасным мальским утром Эдвард Цивилин, министр и миссис Цивилин оказались на порту корабля. Телегрина стояла на пристани. Она не сводила с Эдвард от темных слепающих глаз. До свидания, бабушка. До свидания, юнолей. До свидания. И вот корабль остыл. И все люди, стоявшие на пристани, исчезли из-за. И кролика в этом ничуть не жилет. Как и ожидалось, Эдвард вызвал немало любопытства всех пассажиров парохода. Два мальчика Мартина и Эйва тоже весьма заинтересовались Эдвард. А что он умеет делать? Ничего не умеет. Он хоть заботной? Нет, он не заботится. А какой от него тогда прок? Прок? Он же Эдвард. Разве это прок? Никакого прока. Я бы ни за что себе не позволила, чтобы меня так выряжали. Я тоже. А у него теперь снимается? Ну, конечно, снимается. У него есть очень много разных одежек. И пижама у него есть своя, шелковая. Эдвард по обыкновению не обращал внимания на все эти пустые разговоры. Дул легкий ветерок, и он думал, что выглядит потрясающе. Поэтому на него была полная неожиданность. Удруг схватили, сорвали с него бабочку, курточку и даже штаны. Он увидел, как упав на пол, покатились к ногам вели его золотые часы. Смотрю, не удаст трусы есть. Снимай, не смейте! Эдвард пришел в полнейший ужас. Он был полуголый на борту корабля, а пассажиров круглазили на него. Кто смущен, а кто с любопытцем, а кто откровенно на смешке. Отдайте! Это мой кролик! Обойдешь, я не буду. Ну, пожалуйста, не бросайте. Он же паркоровый. Он разобьется. Но Мартин все-таки бросил. И Эдвард полетел по воздуху. Только мгновение назад кролик думал, что самое худшее, что может приключиться в его жизни, это оказаться полуголым на борту корабля среди незнакомых людей. Но он ошибался. Хуже того, когда тебя кидают из рук одного гогущего мальчишки к другому. Так вот и получилось, что Эдвард Улейн полетел в запад. Эдвард! Как умирают фарфоровые кролики? Может ли фарфоровый кролик захлебнуться и утонуть? Эдвард, вернись! Вернуться? Интересно, как? Вот глупая. Ты видишь, что это у нее в руках? Какая-то лампа, какой-то сеющий шар. Это же... Это же мои золотые часы. Мои золотые часы. Как тебе без них? Эдвард ударил себя в водную гладь. И начал тонуть, даже не закрывая глаз. Он их не закрывал не потому, что он такой храбрый, а просто потому, что у него не было другого выбора. Он видел, как вода меняет свой цвет. С зеленого на голубой, с голубого на синий, синимо на черный. И вот он ударился на дно. И там, лежа лицом в песок, он испадал свое первое истинное неподдельное чувство. Эдвард Тюлень испугался. Абелин обязательно придет за мной. Нужно просто представить, что я сижу в гостиной и жду ее из школы. Это очень просто. Были бы у меня мои золотые часы. Шли часы. Дни и дерева. Абелин все не шла? Эдвард, поскольку ему совершенно было нечего делать, начал думать о звездах. Он прислал, как смотрит на них из окна своей спальни. Интересно. А почему они сияют так ярко? И сияют ли они теперь для кого-нибудь еще, когда я их не вижу? И тут Эдвард вспомнил про Пелегрида. Он почувствовал, что каким-то образом, только он не знал, как и ныненно Пелегрида виновата в том, что произошло. Ему показалось, что никакие не мальчишки, а она сама бросила его в зал. Буря началась на 297-й день заключения Эдварда. Разбушевавшаяся стихия подняла кролика со дна и закружила в дихом сумасшедшем танце, бросая то туда, то сюда. «Помогите!» «Помогите!» Штормила так сильно, что сознание его бросило из моря вверх, в воздух. И вымотало вперед-назад, лево-право. До тех пор мы будем на местности. Этот почувствовал, что он снова медленно опускается на дно океана. «Помогите! Помогите же мне! Я не хочу обратно вниз на дно! Помогите!» Внезапно огромная рыбацкая сеть зацепила кролика и потащила его на поверхность. Сеть поднималась все выше и выше. И вот Эдварда уже ослепил дневной свет. Он поднялся в воздух и очутился на палубе вместе с рыбой. «Гляди-ка! Что это? Ну уж не рыба, это точно!» «Оказывается, Эдвард совсем отвык от солнца. Ему трудно было смотреть вокруг». «Похоже, игрушка. Верно? Кролик. У него и усы есть, и хвост, и уши кроличьи. Отнесу-ка я его домой, к Нелли. Пусть починит, в порядок приведет. Отдади ему какому-нибудь мальцу. «Ну вот, сиди тут». «Кряло солнышко. Был легкий ветерок, и кролику стало весело. И тут он испытал еще одно новое чувство. Эдвард был счастлив, что жив. Только поведи на это ушатство. Похоже, ему нравится. «Мелли, тебе понравится. Ей выпало жить немного печали. Но она у меня отличная девчонка. Эдвард смотрел на город и думал, что потом жить где угодно и с кем угодно, лишь бы не лежать на дне моря». «Нелличка, я тебе тут кое-что из моря принес». «Ничего мне не нужно из твоего моря». «Ну ладно, Нелличка, ты листай. Посмотри-ка лучше, что тут у меня». «Бог мой! Лоуренс, ты принес мне кролика?» «Премяком из моря». Лоуренс снял Эдварда с плеча, поставил на пол и, придерживаясь за лапки, заставил низкопотлониться Нелли. «Господи, боже мой!» Лоуренс вручил ей Эдварда. «Да бывает же на свете такая красота». «Эдвард тут же решил, что Нелли хороший человек». «Да, она красавица». «Да, как она? Кто она?» «Как же мне её назвать-то?» «Может...» «Сюзанна?» «Да, пусть будет Сюзанна. Надо с Сюзанной первонаперво новой одежды справить». «Вот так Эдвард Тюлейн стал Сюзанной». «Нелли чил её в несколько одёжек». «Для праздничных случаев» «Нарядную одежду, розовое платье с оборочками». «На каждый день одежда попроще». «Одежду для кролика». «Красавица-то красавица». «Эдвард пришёл в полное замешательство. Он ведь всё-таки кролик, а не крольчиха. Мужчина! Кроме того, одежда, шитая Нелли, была очень проста. «На годом он вспомнил, что приезжал одни океана, а звёзды были далеко-длепо». «Ну, подумаешь. Похожу в платье». «Вообще, ему отлично жилось в маленьком зелёном домике собаков и его животных». «Нелли очень любила готовить. И целый день проводила на кухню. Эдварда она сажала на высокий столик и разворачивала его уши так, чтобы он мог её хорошо слышать. Потом она ставила опару для хлеба, раскатывала тесто для пирожков, печенья, плюшек. Работа на небезомолку болтала. Она рассказывала Эдварду о своих детях, о дочери Лолли, которая работает секретарше, и о мальчиках. Раймин сейчас служит в армии, а Раймин умер от воспаления лёгких давным-давно. «Ты, Сезанна, небось думаешь, что я совсем с ума сошла?» «С игрушками разговаривала». «Но мне-то кажется, что ты не вправду понимаешь. Слушай». «Тут Эдвард с удивлением обнаружил, что он действительно слушает Эдварду и её рассказывает. Раньше, когда с ним разговаривала Аберина, все её разговоры казались ему пустыми и бессмысленными. Но сейчас он думал, что сама жизнь его зависит от того, что скажет. А по вечерам домой с моря возвращался Лоурен, и они всё вместе садились с кейсом. Эдварду он нравилось сидеть с рыбаком и его женой и смотреть, как они едят. Не то, что в доме его били, но Рэвус, когда ему приставал весь столб. А вечером, после ужина, Лоуренс говорил. «Спасибо, Нелечка. Я, пожалуй, пойду прогуляюсь, подышу свежим воздухом». «Сюзанна, не составишь мне компанию?» Если небо было ясным, то старик начинал показывать созвездия. «Сюзанна, смотри, это Андромеда, а вон там Пегас». Эдварду очень нравилось смотреть на звёзды, почему и нравились созвания на звезды. Они звучали приятной музыкой его в бархов и в пушках. Но иногда, глядя в ночное небо, он вспоминал Пелекрин. Он вспоминал её тёмные, сверкающие глаза, и потелок убегал по ладошкам. Но потом приходила Нелли. Она вкладывала её в бархов спать. И пела ему про Белину, песни-то. Про птиц-то и семечки-то, которая не умела петь. И про бриллиантное кольцо, которое мне бестело. Звуки её голоса успокаивали Эдварду. Он забывал про Пелекрин. Довольно долго жизнь его была сладкой и без печали. А потом дочка Лоренса и Делли приехала навестить родителей. Лолли оказалась тёткой с очень громким голосом и очень яркой помадой на губах. Мамай. Пап. Здравствуй, доченька. Что это такое? Это Сузанна. Какая ещё Сузанна? Её нашёл твой отец. Она попала в сельсии, но у меня не было никакой одежды. И я её нашла наряда. Через ума спятила. Зачем? Кролик в одежде? Ну, мне показалось, Карачихе нужны наряда. Лолли посмотрела на кролика и бросила обратно на шею. Это всё. Зачем вы вытащили этот заисторический детский стульчик? Ну, не обращай внимания, я как раз твой отец взялся подклеить цвет на лаву. Угу. Разумеется, после ужина лаву раз не пошёл с Эдвардом на улицу. И в первый раз в то время, что Эдвард чела на ней, она не испела ему коробильные песни. В тот вечер Эдвард был позабыт-позаброшен. А наука, Лолли, смутила Эдварда и пристально посмотрела ему в глаза. Да, наколдовал ты моих стариков. Так, что ли? Эдвард тоже внимательно посмотрел на Лолли, на её кроваво-красную помаду. И по спине пробежал кладок. Меня-то ты не проведёшь. Мы ещё с тобой прогуляемся вдвоём. Лолли взяла кролика, запихнула его в мешок. И... Собралась куда-то нести. Мамаль? Я войдё в фургон. Мне нужно по делам проехаться. Да-да-да, конечно, бери. До свидания. До свидания. До свидания. Вот так Эдвард Тюлейн оказался на помойке. Он лежал среди трудных бужунили, святого кофе, мятых катунных коробок, варвар от левья и мусор автомобильных покрышек. Первая ночь он лежал ещё наверху, в заваленный мусор. Поэтому он мог смотреть на звёзды, чтобы немного распотраиваться от их своего принца. В течение всего следующего дня ему на голову валялся всё много и много мусора. Так Эдвард не остался лежать заживо погребённый под бумажками и обедами. Небо он больше не видел, и звёзд тоже. Он вообще ничего не видел. Единственное, что придавало ему сил, это мысль о том, что он когда-нибудь найдёт и хорошечко отомстит Лолле. Но когда прошло сорок лучей, вес и особенно запах мусора нарушился со всех сторон. Совсем задумали мысли Эдварда, и он перестал думать. Он вообще перестал думать. Его нынешнее положение было хуже, гораздо хуже, чем когда-нибудь на дне океана. Хуже не из-за мусора, а просто потому, что он был сейчас совершенно другим кроликом. Он бы не сказал, чем он отличался от того прежнего Эдварда, но он знал, что сильно переменился. И в голове у Адварда снова звучал голос Пелегрины. Ты меня разочаровал. Ну чем? Чем я тебя разочаровал? Впрочем, он знал от меня. Я... Мне достаточно крепко любила Милина. А теперь нас и вовсе разлучили. И я никогда больше не смогу доказать и свою любовь. Нелли с Лорнсом тоже остались в прошлом. Я так-то скрую по ним. Наверное, это и есть любовь. На сто восьмидесятый день Эдварду пришло избавление. Прямо над ним вдруг нависла собака. Она вытащила Эдварда из мусора за уши, потом уропила, потом снова подобрала, потом, глухо заурчав, снова выронила луку на землю и посмотрела ему в глаза. Да, Эдвард тоже поспешил на нее внимательно. Светило солнышко. Кролику стало весело. Кто из знавших Эдварда в прежние времена мог предположить, что он будет счастлив именно сейчас, весь заляпанный мусором? Да еще и в девчачьем платье. Да еще и в платье на собаке. Вот Эдвард был счастлив. Собака все бежала и бежала до самой железной дороги. Потом перебралась через пути и там, под кряржным деревом, среди кустов, бросила Эдварда чьим-то огромным ногам в огромных ботинках и залаяла. Ноги принадлежали к рекламу. Что ты притащила, Люси? Я прекрасно знаю, что ты обожаешь пророк с кратчатиками. Люси как мыл? То, что ты так любезно притащила к моим ногам, неправда кролик. Он даже лучший шеф-повар в мире не смог бы сделать из него пирог с кратчатиками. Люси глухо заворчала. Эх, глупышка, этот кролик сделан из фарфора. Ты ведь правда фарфорчик? Ты вечер, ты игрушка, верно. Тебя разлучили с ребенком, который тебя крепко любит. Эдварда, снова что-то защемило в груди. Так, малым. Как и разумеет, ты потерялся. Мы с Люси тоже потерялись. Слышишь своими, Люси тяпнул. Ты не против скататься по миру вместе с нами? Ведь я считаю, что намного приятнее потеряться не в одиночку, а с добрыми друзьями. Меня зовут Бык. А Люси моя собака. Так ты не против продержать наши компании? Смотри, Люси, он говорит, да. Люси затанцевала на БК, бомахивая хвостом и радостно гадкая. Так вот уплотилось, что Эдвард отправился в путь-дорогу с бродягой и его собакой. Они путешествовали пешком. Они всегда были в пути. Всегда надо двигаться. Они были в железнодорожных погонах. Но, в сущности, мы все равно никуда не попадем. В этом, друг мой, и ирония в нашем постоянном движении. Ночевали прямо на земле, глядя на звезды. Люси очень привязалась к Эдварду и спала, свернувшись возле него калачика. Иногда она даже клала морду на его парфоровый живот. Иногда все звуки, которые она издавала во сне, а она то орчала, то повизгивала, то глухо рычала, отзывались внутри Эдварда. И Эдвард вдруг понял, что внутри у него просыпается нежность в этой собаке. По ночам, когда бы и Люси спали, Эдвард, не умея согнуть глаз, смотрел на созвездие. Он вспоминал их названия, а потом вспоминал именно тех, кто его любил. Абелин, Нелли, Лоренс, Вы, Люси, Абелин. Вот видишь, я знаю, что такое любовь. Еще он был очень благодарен Духу, который каким-то образом понял, что ему не пристало носить женское платье. Послушай, Бел, я, конечно, не хочу тебя обижать, но вынужден признаться, что вкус у тебя не актив. Кроме того, не хочу тебя обидеть, но платье твое приказало долго. Я нашел решение. Достал с дурзука какую-то шапку, сделал в ней три дырки и надел на Эдварда. Эдвард был очень часто. Эдварду очень шло день и бока. Вот это прекрасно. Теперь ты выглядишь точно, как мы. Самый настоящий беглый ролик. Стоило Буку с Люсей появиться в новом городе или даже в новом штате? Тамошние бородяги всегда узнавали его. Они путешествовали почти семь лет. За то время Эдвард стал настоящим бородягом. Он был счастлив только в пути и ему уже не сиделось на месте. Но однажды ночью в пустом товарнике пришла беда. Ух! 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 Эй, ты! Жалкий бродяга! Грязный жалкий бродяга! А вам тут не модель! Ух! 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 Эдвард очень хотел помочь Люси, но он не мог двигаться. И он никогда об этом не жалел так сильно, как сейчас. Чего молчишь? Мы заблудились. Ха! Заблудились. А лучше ничего обринуть не мог. А это еще кто такой? Это Малом. Какого черта? Все это непорядок. Вы сами непорядок. Но я порядка не допущу. Во всяком случае, в мою смену. Пока я тут за что-то отвечаю, будет порядок. Внезапно слой стронулся. Нет! Шутишь? Не будут бы меня кройки за... Есть! Эдвард сильно ударился при прижимлении. Уже издалека, он услышал как-то слева взглянусь. Ахахах! Ух-ху! Ух-ху! Ух! Вскоре он опять был спасен. Слишком поздно. Я просто купила фарфоровое кушу. Его нашел мальчик. Он увидел его и сказал. Привет. Я заберу тебя для Сарару. Это моя сестра. Она болеет. У нее была кукла Купс. Тоже из фарфора. Она очень любила этого Купса. Но он его сломал. Он пришел домой пьяный и наступил Купсу на голову. Купс разбился в дребезги. Я пытался его склеить, но ничего не вышло. С тех пор он ей ничего не покупает. Но ведь ей ничего не нужно, потому что она долго не проживет. Он ведь не знает этого точно, правда. Он этого не знает. Кто такой он? Эдварду было не вполне понятно. Зато ему было понятно другое. Его несут к какому-то ребенку, у которого недавно разбилась кукла. Может быть, мне еще стоит спасать? Спасибо. 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 В доме, в котором жили Брайс и Сан-Друк, был так выходочный и кособокий, что Эдвард сначала даже не понравился, что это настоящий дом. Внутри стояли две кровати и керосиновая лампа. Вот и все. Больше там ничего нет. Сара, Сарару, солнышко, проснись, я тебе кое-что принес. Сара, Сарару села на кровати и сразу закашивает. Ну ничего страшного, сейчас пройдет. Сейчас откашляешься и все пройдет. Этот кашель был самым печальным звуком, который Эдвард слышал в своей жизни. Даже печальнее, чем кашель, уволюсь. Наконец, кашель прекратился. Можешь посмотреть, что я принес? Угу. Тогда закрой глаза. Ну ладно, открывай. Кролик! Держи, он твой. Ой. Твой, я раздобываю специально для тебя. Ну слушай, вот это новый Сарару, он согнулся по полам отказа. Сейчас, подойдем. Держи. Малыш. Сидварда, как ты его назовешь? Кубенчик. Кубенчик? Хороший. Мне нравится. Сидварда, никогда не обращайтесь, как с младенцем. А Белин так никогда не делала. Нелли тоже. Ну, об Эгетто и говорить нечего, но сейчас, сейчас был особый случай. Вы держали так нежно и даже в то же время так отчаянно, не восстановились с такой любовью, что я тут был готов отдать ей все. Уже поздно. Давайте ложимся с вами. У Брайса и Сары Рут был отец. На следующее утро совсем рано, когда свет был еще совсем туск и неверен, Сары Рут села на кровати и закачливала. Что это еще? Тего зовут Бубенчик. А, колец. Нет, это очень важно. Это ее кукла, ее кролик. Не берегайся. Не берегайся. Тего не бойся. Он просто всех пугает. А так-то он и дома для этого мерзко проявляет. К счастью, отец в тот день действительно не вернулся. А Сара Рут осталась с Эдвардом в кровати. Она раскладывала узоры из пугов. Смотри, красиво. Но когда приступ был особенно сильным, она прижимала двадцать лет. Так крепко, что он боялся, что переломок пополам. Брайс пошел на работу. Кашель снова превратился. В конце дня Брайс вернулся к кончению к ЦРУ и матком печетки для Эльфора. Наш, держи за уши. Все все целиком. А мне не дало Бубенчика. Носим лиц и сутки. Знаешь, я целый день думал об этом. Как заставить тебя танцевать? Сара Рут вообще, уважай тебя, Брайс. В детстве мама брала ее на руку и кружилась с ней по всей комнате. Ну как, съел печать? Тогда смотри. А ну-ка. Кто танцует Бубенчик? Девочка засмеялась и сразу закашлялась. А ну ты хочешь на свежий воздух? Давай увидим тебя на свежий воздух. Кубенчик. Она хочет и тебя взять с собой. Давайте смотреть на звезды. Как увидишь падающую звезду, скорее загадывай желание. Вон, вон звезда! Да, солнышко, это твоя звезда. Скорее загадывай желание. И хоть первую звезду увидела Сара Рут, Эдвард тоже загадал свое желание. Прошел месяц, потом два месяца, три. Сара Рут стала хуже. На пятый месяц она отказалась есть. А когда наступил шестой месяц, она начала окаживать кровь. Дыхание ее стало неровным и неуверенным. Потом какие-то промежутки между вдохами она забывала как-то дышать. Дыши, дыши. Дыши еще. Дыши. Пожалуйста, дыши. Вечером Эдвард выпал из рук Сара. Даже напал лицом вниз, он услышал, как заплакал Брайс. Нет, нет, этого не может быть. Солнышко, дыши еще, пожалуйста, дыши. А потом он вдруг как домой вернулся отец и стал кричать на Брайсе. А потом отец заплакал. Ты не имеешь права плакать. Ты не имеешь права плакать. Ты ее даже не любил. Ты вообще не знаешь, что такое любовь. Я любил ее. Я ее люблю. Я тоже ее любил. Пойдем мы бейся. Нам теперь тут делать нечего. Мы пойдем. Много видел в своей жизни танцующую роль. Зато я знаю, сколько видел я. От кого? Это ты. Вот так мы с тобой подзаработали. В прошлый раз, когда я был в Брайсе, нам на улице давали представление. А вот прохожие кидали им за это деньги. Эдвард, Эдвард пытался слушать, прожил, а прохожие, а прохожие проходили мимо. Смотрели, тыкали в него пальцы, смеялись. Дали. Терри, твери старик линейки, приближался к дуре. Брайс и заплакон. Эдвард видит, как его соси падают на асфальт. Но мальчик не переставал играть в двойни окошки и всё дёргал Эдварда за верёвочку. И тут Эдвард вспомнил Вилли Гремов. Что? Смотри же на меня. Смотри. Я знаю, что такое любовь. Это причинило мне боль. Я не хочу больше этого терпеть. Помоги же мне. Брайс заблокуще сильнее. Это сделал Эдвард пранцевать ещё быстрее. Наконец, когда солнце сошло, улица Груздерикова, Брайс переставал. Вот мы и закончили. Я больше не стану плакать. На еду денег хватит. Пойдём купечь. Кафе называлось «Унила». Название было написано большими красными неоновыми буквами. В Кафе было свекло, пахло жареной курицей, тостами и свежим кофе. Здравствуйте, что будете в празднике? Дайте оладьи? Нет. Омлет, ну и кусок мяса. А потом тост и кофе. Хорошо. Твой кролик? Да, сэр. Теперь мой. Мы с ним показываем представление. Шоу-бизнес. Интересно. Принесли еду? А чех? Брайс съел всё до последней крошки. Смотри, капрес, вот ты всё умял. Видимо, тяжёлая работа. Шоу-бизнес. Сэр, мне надо кофе. Мне не хватит денег. А что? Мне не хватит денег. Ты пришёл сюда. Голодный. Да, сэр. Ты заказал еду. Я приготовил её. Вроде так. Ты заказал еду. Я приготовил. Ты съел. Что дальше? Что? Правильно. Мне нужны деньги. Вы когда-нибудь видели танцующих кроликов? Это что ещё такое? Он может так танцевать, чтобы заплатить за то, что я съел. Хм. Знаешь, что я думаю? А танцующих кроликов. И весь мир, мир Эдварда стал. Чёрт. Были сумерки? Эдвард шёл по тротуару. Он шёл совершенно самостоятельно, передвигая ногу одна за другой. Он свернул на аллею какому-то дому. Я знаю этот дом. Это дом на Египетской улице. Здесь живёт Аберин. Тут ты с дома, малая. Прыгай, помахивай мостом. Выбежала Люся. Тише, девочка. Привет, Малу. Привет, старый пирог с кратчатиной. Мы тебя ждали. Сюзанна. 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 Купенчу. Эдвард. Ты ищешь Сару Рут? Когда нам надо выйти на улицу? Вон там, смотри. Да, точно. Это со свети называется Сара Рут. И снова какое-то чувство переполнило грудь Эдварда. Сара Рут есть, но почему-то она далеко. Если бы у меня были крылья, я бы... Волком глаза Эдвард увидел, что спина у него что-то трепещет. Обернулся ей. Это были крылья. Самые потрясающие крылья, которые он когда-либо увидел в своей жизни. Его крылья. Как же это удивительная ночь. Он передвигается совершенно самостоятельно, а теперь ещё и крылья. Как же я сразу об этом не подумал. Эдвард смокнул крыльями, взлетел вверх в небо, к звёздам, к Саре Рут. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Потрясающая работа! АПЛОДИСМЕНТЫ Настоящее произведение искусства, конечно, нерязное, конечно, запущенное, но, тем не менее, искусство. А грязь это не проблема. С грязью мы справимся. Эдвард посмотрел на человека. А, теперь я вижу, что ты меня слушаешь. У тебя была словно голова. Я её починил. Спас тебя. А сердце? Сердце моё ведь тоже разбито. Нет, нет, не стоит меня благодарить. Это моя работа. В самом буквальном смысле слова. Позвольте представиться. Меня зовут Люциус Кларк. Я ремонтирую купол. Так вот, твоя голова, ваша голова, молодой человек, разбилась на 21 осколок. Где Брайс? Ты, наверное, вспомнил своего юного друга. Он принёс тебя сюда. Умолял. Плакал. Склейте его, почините его. Я ему сказал, юноша, я человек тела. Но всего на этом свете есть своя цена. Вопрос в том, можете ли вы заплатить эту цену? Он не мог. Спас и сказал, денег нет. Тогда я предложил два варианта. Первый. Поискать помощь в другом месте. А второе заключался в том, что я тебе починю, сделаю все, что в моей силе. Но ты станешь моим. Эдварда Тюлейна починили, то есть буквально сложили заново. Почистили, отпрыли лепа. Поставили высокую полку, чтобы он был на виду у всех. Однажды, с этой полки я этого, кто видел Брайса. Юноша, напоминаю, вы с вами заключили сделку. А что, мне посмотреть на него нельзя? Я от этого знакомого жеста. Эдварда Сполотит вам еще. Я просто хотел на него посмотреть. Посмотри, а потом уходи. Больше никогда не возвращайся. Еще не хватало, чтобы тебе, дорогим, прижаляло помощь. Привет, Муганчик. Хорошо выглядишь. Он снова как новенький. Я же тебе обещал. Подержать можно? Нет. Скажи ему до свидания. Ты должен сказать ему до свидания. Не уходи. Я не вылежу, если ты уйдешь. Я не вылежу, если ты уйдешь. Где же? Уходи. Нет. Не уходи. Стой. Эдвард Тюлейн остался. Один. Одно время сменялось другое. За осенью наступала зима, потом весна, потом лето. Дверь в мастерскую улицу открывалась и закрывалась. В нее подели бабушки, маленькие девочки с мамой, коллекционеры кукол. А Эдвард Тюлейн все ждал. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам что-нибудь показать? Нет. Матам, следите за вашей дочкой. Она сделала очень ценную, крупную и дорогую куколку. Мэгги, что ты взяла? Кролика. Что? Кролика. Я хочу кролика. Ну, ты же помнишь, мы договорились о том, что кролика. Сегодня ничего не будем покупать. Мы пришли просто посмотреть. Мама, ну посмотри, посмотри. Посмотрю. Эдвард, это ты? Да, это я. Это ты, Эдвард? Да. Да, это я. Это я. Однажды жил на свете кролик, которого любила маленькая девочка. Он отправился в путешествие в океан. И упал с собой. Но его спас рыбак. Он был как рыбал в мусорной куче. Но его открыла собака. Он долго путешествовал с бродягой. Однажды жил на свете поклонный кролик, который любил маленькую девочку и видел, как она умерла. Этот кролик танцевал на улицах мелкости. Повар распил ему голову. Но кукольный дел мастер ее склерелся. Однажды жил на свете кролик. Который танцевал в весеннем саду с дочкой той девочки, которая любила кролика в самом начале его жизни. Однажды жил на свете кролик. Который в один прекрасный день Вернулся домой! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. Аплодисменты. Пожалуйста режиссера, отца Николаева Рокоженара. Наши аплодисменты. Аплодисменты. Уборщик по костюму, Ирина Николаева Ищутина. Ирина Николаева. Чудесные мальчики, первые купли у Кланикаэпа. Аплодисменты. Ирина Николаева, Аплодисменты. Мастер по свету, Николай Скаженик. Ваша аплодисменты. Мастер по кругу, Клодор Почерпим. Ирина Николаева.